здравствуйте меня зовут федор васильев в этом уроке мы с вами установим плагин для интеграции сервиса интеркассы очень важный плагин без него у нас не смогут люди покупать продукты с нашего магазина сразу же переходим в админку нашего сайта открываем дополнительные материалы нажимаем расширение менеджер расширений и давайте установим маленький плагин он называется интеркасса как обычно устанавливаем на наш сайт установку плагин успешно завершена переходим расширение менеджер плагинов отсортируем заходим в интеркассу сразу включаем данный плагин и сразу в новой вкладке браузера вы открываете сервис интеркасса нам нужно получить оттуда некие данные открываем значит интеркассу делаем вход и нам нужно электронный адрес который мы использовали при регистрации и пароль переходим в почту или у вас если вы сохранили где-то в текстом документе данные интеркассы я захожу в почту и беру отсюда данные которые я использовал при регистрации в интеркассе забираю пароль ставлю галочку и войти вот кстати сейчас вы посмотрите как входить в систему когда у вас динамический ip-адрес система нас просят чтобы мы подтвердили данный ip-адрес это все защита то есть защита интеркассы от всяких злоумышленников я еще раз кликаю я не робот и нажимаю подтвердить ip код подтверждения отправлен на ваш электронный адрес перехожу в тот же электронный ящик нужно немножко подождать на мой электронный ящик пришло письмо заходим в письмо и вот здесь вот написано код подтверждения здесь отсюда его прям копируем и вводим в это поле и нажимаем подтвердить у меня тут пришло письмо задержкой поэтому скорее всего он просит вот этот код пишет что этот недействительный и так айпи успешно подтвержден первое что нам нужно давайте посмотрим это айди магазина смотрим подсказочку вот это айди магазина копируем его отсюда вставляем здесь секретный ключ который нам настоятельно говорят держать в секрете никому его не давать мы переходим в настройки дальше кликаем по вкладке безопасность и вот он секретный ключ копируем его отсюда и вставляем его здесь дальше так как мы сейчас будем тестировать интеркассу то есть чтобы нам не платить деньги за наш товар но посмотреть как работает процесс покупки как приходят письма то есть уже последняя заключительная проверка которая нам скажет что у нас все работает и мы можем смело отправлять наш сайт например в яндекс google добавлять его и уже принимать посетителей на сайт итак смотрите для этого мы сначала выберем здесь ниже тестовый режим в списке мы выбираем тестовый режим компонент смысл тестировать нет мы его тестировали нам нужно протестировать именно интеркассу мы выбираем ее здесь для этого нам нужен тестовый ключ который нужно прописать ниже в поле для этого на вкладке безопасность вот тестовый ключ забираем его отсюда и вставляем его здесь и нажимаем сохранить дальше в интеркассе на вкладке платежной системы нам нужно активировать тестовый режим вот тестовая платежная система мы ее включаем и нажимаем сохранить настройки успешно сохранены и вот кстати вот здесь есть такая зеленая кнопочка как подключить дополнительный способ оплаты я на нее не обратил внимание потому что раньше здесь ее не было если мы по ней кликнем я вам тогда предлагал текстовый документ что нужно предоставить службе интеркассы какие данные да чтобы вам включили остальные все платежные вот эти системы так вот кликните по этой кнопочки и здесь вам подсказочка какие данные нужно отправить службу поддержки интеркассы выходим значит из плагина переходим в джумал кассу в компонент переходим в настройки переходим корзина заказ метод оплаты оплата онлайн ставим сохранить закрыть переходим на сайт обновляем страницу и давайте попробуем какой-нибудь товар купить нажимаю купить вот у нас здесь вы видите в форме заказа появилась система платежа интеркасса заполняем все данные ставлю галочку ознакомиться с правилами и оплатить так у нас с вами произошла ошибка я совсем забыл смотрите в настройках общей настройки адрес я абсолютно не сменил стоит левый адрес очень грубая ошибка с моей стороны здесь нужно прописать с вами тот адрес который у нас уже в интернете который мы зарегистрировали переходим общие настройки адрес сайта выставляем здесь такой у вас свой конечно домен здесь сохранить дальше кликаем на вкладку интеркасса и здесь меняем все адреса на наш адрес нажимаю сохранить так значит смотрите в интеркассе вот здесь есть ссылка подтвердить владение кассы кликаем по ней нам нужно еще подтвердить что мы владеем данным сайтом и есть два способа вот первый способ скачайте файл содержимым таким то то есть мы например на нашем компьютере создаем обычный текст и документ называем его вот таким именем вот так вот до . текста а дальше копируем вот этот текст аккуратненько целиком весь открываем текст и блокнот вставляем данный текст и сохранить и нам нужно разместить его в корне сайта открываем файл файл зила быстрое соединение здесь галочка мы в прошлом уроке с вами соединялись у нас уже должны здесь сохраниться данные от ftp нашего хостинга пробуем подключиться дальше заходим в папку public html и перетаскиваем данный файл в корень сайта все файл у нас загружен далее мы кликаем на кнопку подтвердить владение кассы успешно подтверждено и так переходим в админку нашего сайта переходим система общие настройки название сайта сразу впишите сюда название вашего интернет-магазина так как данный текст который будет задан в этом поле он будет фигурировать в письмах письма которые будут приходить вам и покупателю на электронный ящик письма о успешной оплате и так далее я удаляю тест и пишу просто магазин сотовых телефонов и нажимаем сохранить и закрыть дальше давайте проверим настройки пользователя переходим пользователей менеджер пользователей так как нам нужно чтобы пользователь автоматически был зарегистрирован на сайте при успешной оплате нам нужно чтобы ему приходило письмо с его логином и созданным для него паролем чтобы он мог зайти в свою учетную запись на вашем сайте для этого мы здесь переходим настройки мы здесь с вами уже проходили настройки но давайте убедимся отсылать пароль от положения да должно быть и вот активация новые пользователи у вас скорее всего здесь стоит нет выбираем самостоятельно нажимаем сохранить закрыть мы сейчас с вами в роли покупателя совершим тестовый платеж и потом я вам покажу как в менеджер пользователей автоматически вот здесь вот появится еще один пользователь вы сейчас видите что здесь есть только один пользователь супер юзер админ то есть я я здесь только один итак у нас принципе все готово для того чтобы совершить тестовый платеж перехожу магазин и давайте купим какой-нибудь товар убедимся в том что у нас валюта стоит рубли дело в том что оказывается в интеркассе произошли изменения и теперь интеркасса принимать только рубли и гривны в других валютах купить не получится через интеркассу поэтому мы с вами позже отключил то есть системы так давайте нажимаем на кнопку купить придумаем какое-нибудь имя и в качестве мэйла я буду использовать 2 свой mail как тестовый покупатель чтобы убить чтобы посмотреть что придет на электронный ящик покупателю так остальные поля я не заполнял не меня не обязательно их отключил ставлю галочку правил магазина и оплатить нас перебрасывает на тестовую платежный шлюз то есть вот это единственное здесь да в дальнейшем когда вы отправите письмо службу поддержки интеркассы чтобы вам активировали все платежные системы они будут располагаться здесь вот в этой белой области дальше здесь вот слева видно логотип я вам говорил что этот логотип будет отображаться когда мы загружали логотип в настройках интеркассы то есть он будет отображаться вот на этой странице сразу видно какой товар человек покупает название да и цена дальше мы нажимаем на эту платежную систему тестовую сразу здесь показана сумма месяц с учетом комиссии то есть автоматически приплюсовывается мы ставим тот же email в качестве email покупателя оставим галочку я при прочитал и принимаю условия интеркассы и нажимаем на кнопку оплатить и нажимаем на кнопку создать тестовый платеж нас перебросил на такую страницу и мы нажимаем на кнопку перейти на сайт нас перебрасывает на сайт то есть человек попадет на эту страницу но с этой зеленой галочкой только тогда когда он действительно отправит денежные средства в размере вашего продукта да то есть сколько вот она стоит столько денег уйдет с учетом комиссии и здесь показано смотрите сообщение для пользователя учетная запись была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для активации аккаунта сейчас мы это проверим ниже человек здесь увидит что он купил цена стоимость доставки данные заказа данной покупки данной доставки соответственно все эти данные он в личном кабинете также сможет смотреть и теперь давайте проверим электронные ящики итак сейчас я зашел в электронную почту как администратор магазина то есть мне владелицу магазина какие пришли письма когда покупатель совершил покупки в магазине то что я писал магазин сотовых телефонов вы помните это отображается здесь но вот здесь вот видите у нас все равно отображается тест отправитель письма не забудьте в админке для этого перейти система общей настройки перейти сервер прокрутить ниже настройки почты вот здесь вот можно написать либо то же самое название магазина либо что-то другое то есть вот этот тест вы должны вот здесь вот сменить и нажать сохранить так это первую ошибку мы исправили давайте снизу начнем заказ магазин это наше письмо здесь у нас система оповещает что в магазине был создан новый заказ это еще не говорит о том что прошел платеж просто создан заказ следующее письмо магазин сотовых телефонов здесь уже показан в магазине сотовых телефонов был успешно обработан новый заказ вот это сообщение письмо говорит о том что человек уже оплатил то есть это действительно будет выглядеть так когда человек оплатит и вы тут же видите что за телефон что за марка кто как зовут email и так далее следующий третье письмо у нас пришло говорящий о том что новый пользователь 777 логин такой-то зарегистрировался на сайте и вы сразу видите но это автоматически регистрация происходит только тогда когда человек действительно оплатил так дальше мы переходим в мл почту самого покупателя и ему приходит вот такое одно письмо заходим сюда здравствуйте 777 то есть это логин да благодарим вас за регистрацию и вот чтобы активировать аккаунт перейдите пожалуйста по ссылке ниже человек если кликнет на эту ссылку он попадет на ваш сайт с текстом ваш учетная запись была успешно активирована теперь вы можете войти в свой аккаунт и ниже логин это его email и пароль автоматически для него система создала давайте попробуем войти логин ставлю email и пароль ниже и нажимаем войти мы с вами успешно вошли то есть вот здесь написано здравствуйте 777 сразу можно пройти аккаунт покупателя ваши заказы и тут же посмотреть прямо через магазин тот заказ который мы только что совершили теперь давайте пройдем в админку и зайдем пользователей менеджер пользователей и вы видите что здесь добавился еще один пользователь с логином и с таким вот именем то есть все автоматически регистрация прошла теперь зайдем магазин посмотрим что у нас внутри то есть мы можем теперь какие-то письма отправить нашему покупателю да после успешной например оплаты то есть мы заходим в джумал кассу и также вот здесь вот показано последние платежи заходим сюда заходим в последний платеж и вот пожалуйста видно мой email то есть это на покупателя имя 777 также через админку магазин и мы все это можем видеть и как вы уже знаете как это делать вот здесь мы можем отправить какое-то письмо но опять же здесь письма у нас в ожидании заказ отменен также вы сможете создать любой другой письмо например там ваш заказ упаковывается ваш заказ отправлен службу доставки и подобного рода письма и таким вот образом вы сможете отправлять письма дополнительные письма вашим покупателям или какое-то благодарственное письмо спасибо там за покупку всего наилучшего и так далее что касается интеркасс его здесь будут платежи ваши когда вы зайдете то есть здесь все сейчас платежи это виртуальные то есть они не настоящие это все я тестировал да у вас будет выглядеть абсолютно также только это уже будет реальные платежи дальше вы сможете потом выйти операция вывод средств потом здесь нажать создать первый вывод так как у нас еще нет денег ни на одном кошельке у нас один кошелек здесь поэтому здесь я вам показать сейчас не смогу вывести сможем там на карту сбербанка и еще несколько там вариантов по выводу средств вы сможете вы здесь нажать поддержка и написать службу поддержки интеркассы или позвонить им на телефон они вам подскажут материалы где можно ознакомиться там абсолютно не сложно один раз настроите и будете спокойно выводить средства удобно для вас способом вот протестировали сами сейчас убедились все работает письма приходят деньги придут никуда не денутся что мы делаем дальше мы с переходим мои кассы переходим значит в настройки и обязательно не забываем мы с вами сейчас отключим платежную систему тестовую и его здесь отключаем и включаем те которые сейчас доступны все включаем включаем вот еще включаем вот включаем его отключаем у вас они возможно не все будут вот такие активированы но они позже вас активируются далее вы отправляете значит смотрите какие требования здесь нужны составляете письмо и отправляете также вот по этому электронному ящику все ваши данные с просьбой подключить все платежные системы которые здесь имеются нажимаем сохранить и давайте убедимся в том что у нас подключены платежные системы то есть мы уже можем принимать платежи через вот эти платежные системы которые нам уже доступны нажимаю купить пишу какой-нибудь другой email пишу другой логин также я сейчас тестирую оплатить и вот пожалуйста сейчас я вам просто демонстрирую вот эти вот 6 платежных систем это уже работ работоспособные платежные системы через которые уже можно принимать платежи то есть вы можете уже вот с этими даже платежной системы запуститься тут же отправляете письмо интеркассе чтобы вам активировали платежной системы и в течение там 2 3 рабочих дней вам подключат практически все платежи системы но некоторые там подольше подключаются например там яндекс деньги или киви они могут дольше это уже зависит именно от платежной системы киви или яндекс деньги дальше в интеркассе в настройках заходим настройки платежа и как оказалось раньше платежной системы интеркасс она принимала платежи и доллары и евро и так далее сейчас можно только украинские гривны и рубли то есть если на такое рубли отключайте здесь валюты украины и оставляйте рубли если надо это это то есть только две нам нужно пройти также в админку нашего сайта и перейти компоненты jumla касса валюты и отключить сша и евро выделяем обе и нажимаем снять с публикации чтобы у нас на сайте вот здесь вот было только две валюты иначе человек увидит ошибку не сможет купить что касается долларов если у вас острая необходимость чтобы на вашем сайте интернет-магазине была возможность покупать продукты через доллар сша можно будет также подключить к магазину плагин paypal если это будет очень нужно то вы мне напишите либо позвоните и я вам подскажу как настроить то есть платежную дополнительную систему paypal и соответственно вышлю данный плагин то есть по запросу если это будет нужно я вам вышлю соответственно на моем сайте федоровасильев.ru на самом верху если вы не знаете здесь мои контакты вот мой email и вот мой телефон в принципе в среднем для россии гривны и рубли это нормально то есть этого я считаю достаточно что касается выбора оплаты не забываем в настройках jumla кассы перейти корзина заказ и здесь можно выбрать метод оплаты на выбор покупателю это первый момент не забываем об этом то есть смотрите заходим в какой-нибудь продукт хотим купить здесь появляет такой выбор метод оплаты до оплата онлайн это будет интеркасса оплата наличными как только выбираем оплаты наличными у нас исчезает интеркассы если здесь будут дополнительные какие-то онлайн платежи также они исчезнут да ну например у вас устроен так оплачивать человек и потом выбранный товар приходит там к нему на почту наложенным платежом может быть есть какой-то магазин специфика да что вот онлайн платежи сразу что платил человек как бы не требуется тогда можно сделать оплата наличными действует все то же самое человек заполняет все важные данные нажимает оплатить все то же самое создается учетная запись заказ успешно приведен и физический товар вас оповещают да вы уже там связывайтесь с покупателем высылаете все зависит от того какой он выбрал метод оплаты то есть метод доставки то есть когда вы методы доставки проработаете давайте еще раз посмотрим то есть вот здесь вот он самовывоз выбирает курьерская доставка да то есть вы уже в письме это все видите я думаю тот момент понятен какой выбран способ доставки и соответственно можно выбрать если это необходимо только оплата наличными давайте посмотрим обновимся то есть здесь не предоставляется выбор покупателю здесь идет только оплата наличными то есть например при доставке доставка пришла и курьеру человек расплатился то есть здесь все просто такой же вариант дальше не забываем в плагине интеркассы выходим значит из компонента jumla касса заходим менеджер плагинов заходим в плагин интеркасса так как у нас долларов нет вот здесь валюта платежа здесь теперь убираем то есть здесь теперь уже это не будет работать оставляем только украину и рубли и также отключаем тестовый режим не забываем кликаем по списку и выбираем здесь нет и нажимаем сохранить и закрыть на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем